всем привет я рад вас приветствовать на своем новостном выпуске это новости про аэросъемку видеосъемку и все то что относится так или иначе к видеосъемке сегодня у нас 26 декабря я буду рассказывать про те новости которые у нас вышли за прошедшую неделю до этого числа и в целом мы готовы начинать перед началом хочу поблагодарить за активность под прошлым видео за вашу поддержку за ваши комментарии лайки и репосты очень приятно получать от вас обратную связь это мотивирует создавать подобное видео дальнейшем так что теперь я думаю точно можем начинать и первая новость диджай обновила прошивку диджай air 3 преддверии новогодних праздников что здесь интересного в этой новости то что добавили новую функцию и актив трек 360 градусов добавили vision assistant и также добавили несколько функций для улучшения работы камеры на длиннофокусном расстоянии и обновили батареи в этой новости я хочу поговорить про 360 градусов это то функция актив трек который в принципе было и раньше то есть дрон следить за вами либо сзади либо сбоку либо спереди но теперь появилась возможность запускать дрон по спирали либо же по другой выбранной вами программе чтобы дрон не просто за вами летел а чтобы он делал дополнительное движение чтобы это было более интересно в плане кинематографии да если мы так можем назвать чтобы движение было не просто статично с одной стороны а дрон делал облеты вокруг вас диджай добавил свои дрона vision assistant то есть это функция появилась в дронах mavic 3 mini 4 pro и air 3 что эта функция позволяет эта функция позволяет вам переключиться с камеры дрона на визуальный сенсор который есть на дроне то есть эти вот партроники которые не дают дрону врезаться которые сканируют пространство это по сути камеры теперь вы можете нажать на камеру на своем пульте смахнуть ее в сторону и у вас откроется вид с этих центров который находится спереди сзади и когда вы будете лететь к примеру вбок дрон автоматически будет переключать вид на камеры сбоку когда вы будете лететь назад дрон будет автоматически переключать на заднюю камеру до изображение будет не идеально она очень низкого качества но тем не менее вы сможете видеть в какую сторону вы летите как пролететь там между объектов или рядом с объектом когда вы хотите сделать конкурент отлет назад и не видите те объекты которые находятся сзади дрона теперь вас появилась возможность переключаться на эти камеры на примеру сзади или уже боковые и когда вы будете делать какой-то отлет пролет между или рядом с объектами вы будете видеть как далеко вы находитесь к тем или иным объектам и это облегчит вам делать какие-то более интересные пролетки то есть вы будете скажем так в большей безопасности понимая что вы видите то место куда вы летите это здорово еще одна новость связана с диджай диджай обновила также прошивку на своих осмо мобайл 6 то есть это стабилизатор для телефонов обновление заключается в том что теперь есть возможность отслеживать свое лицо свой объект в целом то можно было делать и раньше отслеживание но сейчас эта функция стала более продвинутой более современной она может отслеживать вас и изумироваться то есть когда вы куда-то отходите зум приближается к вам когда вы подходите ближе камера становится шире когда вы выходите из кадра и потом возвращайтесь обратно по заявлению диджай трекер будет вас снова ловить и отслеживать если вы будете ходить между объектов между там мир у людей по идее как заявлять диджай трекер все равно будет отслеживать именно вас и фокусироваться только на вас целом если это так то очень здорово потому что знаю что очень многие люди снимают свои там блоге выпуске путешествие именно на телефон и когда ты можешь поставить просто там посредине стола стабилизатор закрепить на нем телефон и зафиксировать себя вы можете ходить двигаться рассказывать это будет намного интересней динамичней чем вы просто стоите на одном месте либо же там ходите с вытянутой рукой то есть в целом технологии продвигаются становятся более современными более умными и это облегчает нам жизнь и создавать более качественный интересный контент в прошлом выпуске новостей мы разговаривали за такую компанию как zipline и то что она хоть великобритания сделать центр из которого будет поставлять 4 больницы различные медикаменты и не значит видимо у zipline проходит какая-то smm акция и они пишут много новостей и конкретно сегодня хочу рассказать о том что они в африке реально очень много транспортировок сделали с помощью этих дронов вот несколько цифр компания zipline поставила более 260 тысяч единиц готового потребления лечебное питание и более 25 тысяч доз вакцин для животных также облегчили доступ к плановым вакцинам более чем 15 тысяч детей что по оценкам спасло 727 жизни в период с 19 по 21 год также за территорией Руанды за пределами ее столицы 75 процентов доставки крови осуществляется с помощью беспилотников как бы кажется да что беспилотники ну не так сильно развиты чтобы делать какие-то доставки мы там все помним как почта россии пробовал делать свои доставки с помощью дронов когда это первый красивый запуска разбился в ближайшую стену поэтому когда там слышишь то 75 процентов всех доставок за пределами столицы осуществляется с помощью дронов как бы кажется что блин это вообще где это это блин в африке и ну сложно еще поверить что технологии настолько быстро сейчас развиваются и что они используются в повседневной жизни что находясь там своем мире где это не используется должны сложно представить что она где-то реально работает и кому-то приносит помощь компания drone shield представила новую систему защиты от беспилотников целом компания занимается различными видами подавления сигналов от дронов это разные ручья разные системы направленные и сейчас они выпустили новое обновление новое программное обеспечение которое позволяет вам устанавливать различные системы обнаружения дронов и защита от них и с помощью настольного приложения в компьютере либо же через web-браузер где бы вы ни находились вы можете подключиться к сайту зайти там под своим логином и паролем перейти в необходимую зону где вы установили защиту а дронов и в любом месте в онлайне наблюдать как система работает то есть если вдруг какой-то дрон какой-то беспилотник окажется в зоне обнаружения этой системы вы можете удаленно выбрать это дрон и удаленно его заглушить отличная система для защиты каких-нибудь городов каких-нибудь территорий да я как пилот дрона конечно не очень хорошо к этому отношусь что дроны глушат но в целях безопасности когда дроны могут принести какой-то ущерб то есть это не наш формат где мы снимаем какие-то красивые видео в целом очень классная система да ты на территории какого-нибудь города образом возьмем там ватикан небольшое государство расставил эту систему которая со всех сторон мониторит воздушное пространство если вдруг кто-то подлетает и может дистанционно это все заглушить и отключить кто-то прилетает красиво сделать кадры но такое время мы живем что очень много дронов сейчас используют не по своему прямому назначению panasonic объединить свои подразделения для более продуктивной работы над новыми продуктами сейчас у panasonic есть два направления одно занимается созданием более профессиональных сфер и услуг для видео производства и 2 под производства подразделения занимается созданием тех камер которые мы можем купить для нашего там ежедневное использование такой камер на которую сейчас я записываю правда это от sony либо же аналоги от panasonic и сейчас они хотят объединить эти два направления так как подразделение который занимается для стандартных любительских камер уходит уже на более новые современные уровни и уже начинают переходить где-то дорогу более профессиональному сегменту поэтому два подразделения хотят объединить для того чтобы направить все силы на то чтобы делать более качественный продукт уже совместно внутри своей компании они пытаясь каждое подразделение урвать какой-то кусок себе здорово отлично рад что компании даже уже внутри себя объединяет для того чтобы делать более хорошие продукты conduct you come это 360 камера с разрешением 8к который будет представлена вот в январе их будет в теории альтернатива либо же даже прям прямым конкурентом инста 360 я лично никогда не пользовался камерами 360 но видел что с них делать очень классный приятный контент который очень динамичный и если вы занимаетесь каким-либо спортом либо снимаете спорт 360 вполне приятное дополнение к вашим кадрам когда вы их можно крепить на шлеме на каких-то там велосипедах на досках и иметь очень интересные углы для просмотра для передачи изображения так как всегда можете развернуться в разную сторону и показывать только те интересные моменты которые вам нужны в целом опять же очень прикольно что 360 направление растет на развивается 8к прикольно но будет интересно насколько вообще она будет ударопрочная защищенная потому что насколько я слышал от инста 360 очень много проблем связано с тем что если вдруг камера находится не в чехле и не защитных стеклах то стекла и линзы которые находятся на самой камере очень легко и быстро царапаются поэтому если мы рассматриваем гопрошки не 30 обычные экшен камеры то с ними мужа в очень много раз видели делают все что угодно и бьют бросают используют различных экстремальных условиях и они работают было бы неплохо чтобы и 360 были бы такие же прочные и надежные компания tiffin представила три цвета фильтра для osmo pocket 3 после порте никогда не пользовался но я использовал нд фильтры на gopro плюс-минус то же самое и когда компания предоставляет какие-то новые нд фильтры в данном случае это ндпл фильтры с 8 16 и 32 значениями это опять же плюс так когда мы снимаем днем мы хотим получить более мягкую приятную картинку мы используем нд фильтры и сейчас нд фильтры есть и на дроны и на камеры и на телефоны и классно что они добавляются на такие различные нишевые продукты как экшен камеры кайфово классно но за компанию конкретно тифен никогда не слышал есть вы знаете что-нибудь предкомпания пишите комментариях канон прекращает поддержку двух объективов это у нас идет 28 миллиметров 3 и 5 диафрагма и 32 миллиметра диафрагма 1 и 4 если 28 миллиметров диафрагма 35 обычная линза ничем не примечательно то вот 32 диафрагма 14 довольно хорошие показатели так что если кто-то использует систему canon и снимать на нее и планируете приобрести какую-то сильную оптику то 32 миллиметра диафрагма 14 как по мне вполне неплохое решение компания smart system представила новый директорский монитор с под названием sm7 pro 3g который имеет всенаправленную конструкцию защита от непогоды то есть можно снимать под дождем никаких проблем не будет иметь яркость 3200 нит 7 дюймовый aps экран и его стоимость 2740 долларов как по мне дорого но то что монитор имеет защиту вообще от любых погодных условий довольно прикольно так как на самом мониторе 7 дюймов его можно использовать не только когда директорский для режиссера но так или как операторский повесить там на риг закрепить его на крепежи и носить его вместе с камерой но как по мне конечно вес его в 13 килограмма довольно такой увесистый ну и также это защита от дождя как бы да прикольно но как часто оператор будет снимать именно под дождем вместе с камерами довольно спорный вопрос последнее время очень много видео в интернете есть о том как какой-нибудь блогер берем риг для камеры и делать из своей маленькой камеры какого-нибудь там такого монстра с различными обвесами и креплениями и это сейчас довольно популярно вот и компания под названием камера foundry выпустила свой вариант обвеса сайнбек для камер sony fx3 и fx30 это две пластины сверху и снизу и креплением сзади под батарею и mount для того чтобы можно было питать не только вашу камеру но и сам монитор который вы будете вешать на этот риг если вы снимаете много на своей камеры и вы прекрасно понимаете что иметь ну как бы аккумуляторы для камеры всегда важно тем более в основном к это съемочная смена и вы планируете с утра до вечера снимать вот тут аккумуляторами ну прям не запласящие у меня на прошлой камеры которая была до этой sony альфа 7 с 2 было 9 аккумуляторов и мне их все равно не хватало на целую съемочный день сейчас у меня 5 аккумуляторов и это уже конечно лучше но лучшим крепле лучшим решением когда у вас много разной аппаратуры в этом используйте монитор который нужно также питать питать его от камеры довольно таки проблемно потому что аккумулятор будет быстро высаживаться поэтому использовать внешний аккумулятор и mount для питания и самой камеры и монитора вполне отличное решение представлен обновленный объектив ригит sp 250 миллиметров диафрагмы f2 для лейка м объектив оснащен оптическим блоком знаменитого объектива сороковых годов speed puncher 250 миллиметров f2 и он сейчас представлен в новом латунном корпусе производитель обещает оптические характеристики приближенные к оригинальной винтажной оптики sony альфа 75 может получить новую матрицу размером 44 миллиметра один из зарубежных источников еще в апреле писал что готовится такая вот камера с матрицей 44 миллиметра и что возможно в новой камере альфа 75 эта технология будет применена новая матрица оснащена штат с полосным интерфейсом что вдвое выше то есть скорость передачи данных в два раза больше чем меру альфа 7 r5 это позволяет ей теории записывать 12 битное видео формате 8 к разрешении 30 кадров на данный момент у sony из такого формата камер имеется только одна камера это соль не альфа 1 которая записывает видео 8 к и в целом конечно возможно быть 5 такая некая конкуренция среди камер но еще нет вообще никакой дополнительной информации о том что эта матрица это центр будет использоваться в новой камере поэтому будем ждать и надеяться что это подтвердится и мы увидим новые камеры с интересными возможностями так как снимать видео в 12 бит очень хочется при этом не хочется мне какую-то большую камеру и чтобы это было sony со всеми и функционалом возможностями автофокусами временем работать все теми плюшками за которые мы любим sony анонс canon r3 mark 2 будет представлен скорее всего в двадцать пятом году ранее компания canon обновляла свои флагманские модели камер примерно один раз в четыре года и прошлая версия камеры выходила в сентябре 21 года то есть если отталкиваться от этого то двадцать пятом году будет представлена новая камера в теории в этой камере будет представлен global шаттер сейчас на репортажных камер такого формата global шаттер есть только у камеры sony это альфа 9 mark 3 и у камеры nikon вроде бы также что должна появиться подобная технология также canon должна анонсировать еще две камеры флагманского уровня это canon eos r3 и также eos r5 mark 2 будем следить за новостями ждать этих новинок идем дальше новая прошивка для дронов sony улучшает картографирование и функции безопасности и сейчас они обновили некоторые функции которые позволяют более точно делать полеты повторять маршрут которые не делали ранее то есть по записанному маршруту создавать все облака точек и прочее все то что относится к картографии я с темы не сильно знаком но знаю что картография тоже такой довольно такой огромный обширный мир есть не так много дронов но в целом они делают очень много функций которые раньше делали эти вот такие ребята которые ходят на дороге с вешкой с приемником и другое отмечает по нему точки и вот сейчас помощью дронов можно делать карты местности карты высот облаку облака точек для того чтобы можно было там дальнейшем проектировать какие-то проекты создавать и анализировать как это все будет выглядеть на местности то есть такие дроны есть и sony сейчас обновила них прошивку а по функциям безопасности добавили более умный продвинутый возврат домой чтобы дрон во время полета домой лучше обнаружал препятствия запоминал где какие объекты есть и более корректно облетал для правильного возврата домой и последняя на сегодня новость компания и все выпустила первую в мире micro sd флешку то есть тут флешка вот такого формата на 2 терабайта и это максимальный стандарт максимально возможная емкость для данного стандарта для понимания 2 терабайта это ну прям этому вы в целом кто в сфере понимаешь что 2 терабайта и где-то есть жесткие диски такого объема у нас находится просто в одной флешке я бы конечно наверно не рисковал использовать флешки такого объема в своих работах так как вставляйте это у вас там какой-то огромный проект сохранен на одной флешке в этом неделю снимаете работать его все хранится на одной флешке и друг так случилось что ваш дрон упал в воду или же флешка не знаю там глюканула или еще что-нибудь произошло и вы потеряли эту флешку весь ваш объем работ который хранился надо в одном месте он просто еще поэтому как бы прикольно что это все развивается но использует флешки такого объема как по мне немножко небезопасно как минимум необходимо после там каких-то промежутков работает сливать весь материал образно вы снимали там день из недели после дня вы следите весь материал на какой-то дополнительный жесткий диск где он будет храниться или же если у вас в течение дня несколько съемок сливайте после каждой съемки свой материал отдельно чтобы он не хранился на вашей флешке потому что кто знает что может произойти с дрона не летает то и не падает поэтому дрон находясь в воздухе теоретически может упасть если вы же вы использовать такие флешки там на каких-нибудь gopros как либо других камерах где используется формат micro sd там то же самое лучше не хранить такой объем информации в одном месте и лучше периодически загружать на более и безопасные хранилища для того чтобы просто сделать backup своего материала поэтому мой такой совет напоследок не храните огромное количество материалов в одном месте лучше использовать либо несколько флешек либо регулярно сливать после своих съемок материал на жесткие диски пишите в комментариях какие флешки используете вы так как на моем опыте я в основном использую именно в дронах флешки формата 64 либо 128 гигабайт на камере я использую флешку одну на 80 гигабайт который у меня стандартная под мои проекты и вторая флешка в камере стоит на 256 я думаю можно поставить больше это такая флешка для бэкапа я ее чищу только тогда когда она забивает то есть там 1 2 3 съемка хранится на ней просто для того чтобы был такой некий бэкап в самой камере на всякий случай думаю взять флешку на 512 либо на 1 терабайт и пускай она пишет 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 пока не место будет не заканчиваться очень удобно когда это может пригодиться опять растянул эту тему но тем не менее меня были случаи когда ты отдаешь материал заказчику пример когда он хочет скинуть это не через облако а хочет в живую забрать то есть такие случаи тоже бывают обычно загружая все свои съемки на облако я даю через облачное хранилище ссылкой иногда говорят что я хочу забрать на месте ты ему сливаешь проходит неделя он говорит саня у меня проблема метам удалилась я там куда-то копировал что-то произошло не так у меня нету как там либо всех материалов либо какой-то части и в год у меня несколько таких событий происходит как бы это не с моей стороны какая-то проблема произошла с материалом а со стороны заказчика что он его утерял через какое-то время и мне пишут остались где у тебя это съемка я говорю давай я проверю на свои флешки на запасной и зачастую этот материал у меня еще хранится на моей бэкапной флешки я просто копирую эти файлы загружаем на облако я даю ссылочку больше не теряй поэтому чисто такой опыт из своей практике на это у меня все спасибо вам большое за просмотр надеюсь этот выпуск новостей вам так понравится как и предыдущий ставьте лайки пишите комментарии это всегда поддержит мой канал и это видео мне будет очень приятно через неделю будем также записывать новый новостной выпуск соберем все новые новости актуальные которые будут за ту неделю следующий выпуск уже будет не в привычной нам всем обстановке я буду в отпуске поэтому буду записывать либо на телефон либо еще как-нибудь но постараюсь стабильно раз в неделю выпускать новости без каких-либо пробелов так что до встречи ну и также напоследок еще дополню что вдруг кто не знает у нас есть своя онлайн школа по обучению пилотов дронов ссылочка на нашу страничку будет доступна под этим видео кому интересно welcome